ранее прекрасное солнышко радует нас своими лучами поют птички даже знаете как-то по-весеннему только что прошел маленький грибной дождик на небе вот здесь вот была большая большая радуга а мне хочется сейчас с вами сходить на речку и посмотреть есть ли там туман или нет речка особенно хороша туманом и солнечными лучами когда это соединяется просто это магия а если присмотреться как раз по моему то что надо и туман и солнышко это просто божественная природа скорее скорее на речнику смотрите как падают лучи солнышко только мы пришли на речку как сразу солнышко спряталось за тучки но тем не менее все равно на речке очень красиво даже не знаю почему но именно по весеннему поют птички сейчас мы один раз прием к запахе смотрите какая-то в следующей серии и кем-то все равно есть и в вроде уже конец сентября а вот настроение все равно как-то весеннее даже не скажешь то весеннее а уж тут такое воодушевляющее что такое легкое такое солнечное изобильное наполнена какой-то радостью щедростью и если сейчас получится покажу тучи не получается нить но ничего вот отсюда лучше видно вот эти прекрасные тучки облака и за ними солнышко что-то такое райское что-то такое неземное божественное а на самой верхушке березы сейчас я приближу там устроила заседание партия скворцов у них там что-то обсуждение какие-то идут дебаты ох какие вот эти прекрасные лучи солнца именно про них я вам и говорил надеюсь на камеру видно напишите в комментариях видно или нет лучи солнышко которые пробиваются сквозь тучки а погодка то хмурится все дождик уйдет видимо будет дождик но все равно сейчас пока буду писать картину новую начинать а потом хочется погулять по лесу не знаю позволит ли нам погода но хочется насладиться этим прекрасным осенним лесом весной посадил новые цветочки сейчас они радуют своей красотой вот они какие красивые дружочки такие красненькие а возле заборчика беленькие вот они какие красавчики начинает капать дождь а осы все никак не перестают трудиться не самая жаркая пара что-то делают все в делах два больших гнезда прямо под окнами первое и второе вот там вот вон оно ну что ж я друзья буду начинать новую работку скорее всего без вас я подумал что предыдущие выпуски я очень много посвящал написанию картин и они очень затягивались те выпуски я подумал немножко может сократить выпуски как вы считаете вот новый холстик готов и мне понравилась вот эта вот работка вот ее брать за образец и с нее уже начинать при помощи вот этих красочек что-то такое рождать на холсте посмотрим что будет получаться в процессе какой мощный грибной дождик пошел ох красота поливает 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 прекрасно небо чистенькое почти что ай красота лучи солнышко ну начал я потихоньку работу потихоньку движется но еще сама сама писать в кайф под шум дождя пока что не очень понятно что у нас получается на работе но тем не менее потихоньку холст начинает уже полностью быть задействован ну еще не полностью но уже потихонечку что-то начинает вырисовываться но живот уже начинает урчать журчать поэтому надо ему уделить внимание утро я начинаю уже наверное по традиции с теплой воды вчера я ходил в лес и нашел там немножко чабреца чуть-чуть там три веточки пока шел нюхал наслаждался думаю а чего выкидывать то в водичку положил с кремнием ну и полынька тоже вечерком положил хуже не будет пока будет греться водичка я себе сделаю лимончик лимончик да выдавлю лимончик сок лимона с горячей водичкой с тепленькой прям будет на ура ну и сегодня хочется мне дольку чесночка перед водичкой перед водой с лимоном тоже закинуть в себя чтоб там немножко погонял чесночок того кого не надо нам в организме вот пока водичка не нагрелась пока еще ее можно залпом пить делю чесночок чтобы он пролез в горло и можно его все чесночок пошел это дело мы убираем пока буду пить водичку расскажу вам о вкусностях вот эти помидорочки ферментированные очень классные прям не остановиться была 5 литровая баночка видите уже осталось пару штучек в общем ферментированные овощи это самое то для нашей микрофлоры и поставил три дня назад капусточку вот такую вот это вот кто не знает крышечка с гидрозатвором ну кому интересно я потом расскажу то же самое ферментировал капусточку именно не квасил а ферментировал немножко разные вещи и сегодня уже можно начинать пробовать поскольку оно уже отстоялось вчера поставил в холодильник три дня оно набирало обороты сделал себе вот такую палочку протыкать из той же самой полыни очень удобно запах благородный благородный запах и сегодня будем дегустировать я буду дегустировать вместе с вами эту капусточку дел хорошее сегодня на утреннюю еду будет для кого-то будет шоком наверное но будет печень утенка или печень куриная я я ее тоже самое сделал маринад и в маринаде она у меня стояла там полтора дня вот такая штуковина очень полезная печень для организма людей поэтому сегодня она будет жариться с лучком вот такая штука пока буду пить водичку чуть-чуть порисую и будем готовить интересное блюдо я сказал она не она 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как бы я не закрывал окна дверей, все равно осы каким-то образом попадают в дом. Постоянно их беру, вынимаю, достаю, отпускаю, и они опять залетают, 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 залетают. Прям не знаю, куда и даже. Погода стала просто шикарнейшая после небольшого дождика. Одно удовольствие будет гулять по лесу, я думаю. Но пока дела насущные, так сказать. Холст почти весь занял, освободил от белого пространства и теперь уже можно будет вырисовывать какие-то фрагменты, доводить то, что негармонично до рядом стоящих гармоничных состояний и уже что-то будет рождаться. Но сейчас я мою кисть и надо отправляться на кухню. Заметил у себя слабость делать всякие разделочные доски. Прям, видите, очередная доска у меня появилась. И начинаю я с лука, поскольку самое гармоничное для меня сочетание – это вот печенка и лук. Но готовить мы это все будем чуть-чуть на другой основе, на более вкусной основе. Лук я делаю крупно, я не мельчу. Сейчас его вот так вот перетереть. Вот, видите, крупненько получилось. И пока я буду заниматься печеночкой, отправляю все это дело на сковородку. Но я буду не на подсолнечном масле, а на сливочном масле готовить. Вот прям хороший кусочек масла берется. Вот такой вот. И все это дело будет у нас готовиться. Маслица отправляю на сковородочку. Делю его даже на фрагментики, чтобы быстрее оно пошло. И не дожидаясь, пока масло растает, сразу же кидаю туда лучок. Вот такая красота. Помешать все это дело у нас. И оставляем, чтобы это все пропитывалось. Наша печеночка уже промариновалась. Так, это убираем. Промываем от маринада. Она уже стала мягкая. И я ее просто делю на фрагменты. Я люблю крупные фрагменты. Но убираю вот эти жировые складочки, всякие. Чтобы они нам... Ну, чтобы было более комфортно кушать. Вот тут жировые складочки. Раз. Вот здесь вот кусочек надо почистить. Так. Вот жирок. Тоже нам его не надо. Мариновал я в травках соль, перец. И что-то еще добавлял, но уже не помню. Ну, в общем, я думаю, будет весьма весьма симпатично. Вот этот большой кусочек. Вот этот кусочек. Я, друзья, как почитал, насколько для организма нужна печень животных, то я думаю, чего от меня тянет. Я когда что-то вижу, прохожу в магазине мимо и вижу изделие из печени или вот печень у меня прям... Ой-ой-ой-ой-ой. А, вот я увидел. Я добавлял обязательно перчик, добавлял черный перец и обязательно гвоздику добавлял. Гвоздика творит чудеса. Все, у нас уже это дело готово. Где-то я что-то пропустил. Вот так вот. И смотрим, что у нас там творится в сковородке. Открываем крышечку. Ну, очень даже лучок. Запах от сливочного масла он совсем другой. Так же, как и вкус. Как по мне. Не знаю, как вам лично, но мне на сливочном масле готовить это просто космос. Я не дожидаюсь, пока лук будет обжарен. Поскольку чем меньше термообработка лука, ну и другого, другой зелени, тем лучше. Поэтому я сразу же выкладываю печенку. Вот, да. Черный горошек убрать надо. Перемешиваю все это дело. И ставлю томиться на маленький огонь. и пока это все дело пропитывается ароматами вкусноты, мы будем делать другое блюдо. Хочется попробовать капусточку, как она получилась. Вот так вот. Снимаем крышечку. Снимаем верхний лист и чуть-чуть капусточки пробуем. Прекрасно. Прекрасная капусточка. Но она просит лучка. Сюда еще надо докрошить лучка. И просто будет космическая капусточка. Буквально 3-4 дня и ферментированная капуста готова. Все. Это дело мы отправляем опять в холодильник. И у нас ждет вторая баночка. Где нас ждут вот такие ферментированные помидорочки. Ой, какая красота. Два. Вот еще чесночок ферментированный. За милую душу идет на ура. Говорю прям слюна идет. Уж извините, друзья. Так сказать, суровые будни жизни. И это еще не все. Так вот эти достаем. Далее нас встречает здесь кроме вот этих вот красот. Петрушечка. Укропчик. Давай, 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 давай. Вот такая красота. Горочки. Прям горочками будем. И где-то рукола есть. Такая термоядерная рукола. Прям ухо она бодрит. Вот она какая рукола. вот такая зеленушка. Но и это не все. Сегодня будет очень плотный завтрак. И плотно он будет потому, что я вспомнил, что я делал холодец. Холодец с зеленью. Видите, какой застыл, хорошо. правда не в презентабельной такой вот емкости. Делал первый раз я попробовал, но для костей, сухожилий вот надо такую штуку кушать. Так что сегодня будет очень вкусно. Печеночка в собственном соку почти готова. Чуть-чуть она еще покипит. Чуть-чуть она еще приготовится. Вкусы соединятся. И можно подавать к столу. Пока подходит печеночка, я пробую холодец. Вы знаете, все классно. Для первого раза очень даже шикарно, но я не учел один момент. То, что я ложил специи, черный перец, даже что с Индией привез, вот видите, кусочки такие вот. Это корица. Корица, гвоздика. И вот это все дело, оно поместилось на дно. И вот когда начинаешь кушать, иногда попадаются эти кусочки. А мне это не очень как-то понравилось. А в целом очень даже симпатично. А за окном погодка вновь летняя, светит солнышко, все зеленое, все прекрасное, настолько идеально. когда кушаешь, смотришь на эту красоту, любуешься и предвкушаешь, что вот скоро, скоро мы пойдем в лес гулять. Когда покушаем, допишу картину до какого-то этапа, скорее скорее в лес. А это на самом деле уже подходит к концу первый месяц осени. Удивительно. Я включил газ помощнее, чтобы выпарить всю жидкость и подрумянить печеночку. И вот тот самый момент, когда печеночку можно уже снимать и кушать. Вот она такая красивая. аппетитная, пропиталась. Сегодня вот такое вот вкусное утро. Интересно, как ваше утро начинается? Буду рад, если в комментариях тоже поделитесь, что вы любите кушать по утрам. Ох, нету больше терпения. терпеть. Скорее хочется пробовать сразу с капусточки начать заквашенные, закусить красным лучком, хрустящим, сочным. хрустящая капусточка получилась. К ней добавить ферментированного чесночка. Совсем другой вкус имеет ферментированный чеснок. печенок. и печеночку. Все таки есть разница готовить свежую печенку и ту печенку, которую мариновали сутки. Маринованная она более мягкая, более нежная, более сочная. Не буду вас смущать своим чавканьем, настолько это вкусно. Я лишь напомню, что на втором канале уже постоянно выходят кулинарные выпуски, где я готовлю простые блюда, но на свой манер. Всегда добавляю что-то свое и получается вкусно. Кому интересно, ссылочки просто оставлю в комментариях и первым прикрепленным комментариям. Да, что-то сказал, не знаю, голова едой занята. А теперь помидорку ферментированную. вкусно. Как вкусно. Пока в работе не появились деревья, тут слабо, что понятно, поэтому начинаю водить деревья. вот здесь будет дерево. Пока что я приблизительно буду вносить деревья. Самые основные на переднем плане вот здесь будет дерево. расти. Где-то будет надо отходить и смотреть уже исходя из этих деревьев, где будет дальше деревья. Дерево просится уже после этих двух деревьев, где-то вот здесь просится дерево. здесь, здесь, туда, тут двойное, там где-то небольшое. Такие вот деревья. Там будут деревья небольшие. Намечаем просто легким контуром. Там много-много деревьев. Вот теперь опять я отхожу и смотрю, где на правом плане разместить дерево. Размещу дерево где-то вот пожалуй вот тут. Вот самое большое будет. Я в полную меру его не даю толщину, а пока что приблизительно, потому что потом мне надо будет дать его изгиб в какую сторону я уже буду смотреть исходя из соседних деревьев. И где-то вот тут дерево будет проситься. Наклон будет в эту сторону, потому что здесь будет вроде как тропиночка. А вот тут дерево выросло за камнем. Причем оно такое у нас будет коряжистое. Отхожу, смотрю и просится дерево вот здесь. Вот 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 раз потихоньку оживает, но здесь вот пусто, пусто. Видите, чуть-чуть мазнул. Вот просится вот та часть как-то дополнить чем-то. Вот здесь просится дерево. Что-то такое на склоне. вот так вот оно просится. Лучше. Уже лучше. Вот исходя из этого уже можно смотреть, разрабатывать тени под деревьями. Там какое-то дерево будет так вот. А там где есть деревья всегда есть веточки на деревьях. Мы примерно что-то вот такое изобразим. Вот такая вот веточка будет идти. И от из нее уже будет исходить мелкие которые в дальнейшем будут покрыты листиками. Не все, но некоторые веточки будут покрыты листиками. веточки здесь можно давать быстро. Человеческий глаз он сам будет уже примерять куда прикреплена данная веточка. Чуть-чуть я ее утолщу. Вот так вот более сделаем толстенькой поскольку это передний план и точно так же вот эту утолщу и вот что-то такое дадим дело. Все это потом будет перекрываться листвой поэтому здесь можно быстро наносить веточки. Тут вот веточка будет уходящая к небу. Там веточка будет куда-то уходит и от этой веточки уже будет у нас расходиться разные края мини-веточки. Точно так же на дальних деревьях. Будем давать и картина будет оживать. Но самое интересное надо будет потом вот это место прописать когда оно будет уже прописано правильные цвета подобраны вот тогда уже зазвучит работа. Надо срочно отпускать товарищей их уже три штучки в комнате летает и они знаете как вертолеты я прикрыл от солнышка и прям жужжат над ухом над тобой они так вообще с работы сбивают потихонечку кроме деревьев уже прописались камушки предварительно и примерно уже как будет падать свет где что будет как падать но видите центр еще не прописывал реченьку вот она вот так будет выйти красивенько и тогда уже будет красота а пока я займусь осами я для этого беру стакан вот здесь вот она сидит одна оса и бумагу прикрываю стаканом и подсовываю бумагу не спеша чтобы ее не не пугать вот эту я спугнул к сожалению вот она уже напугана сейчас дать ей чуть-чуть успокоиться все хорошо сейчас ты пойдешь на волю все хорошо так молодец опа и вот она уже здесь сидит в стаканчике и скорее ее пойду отпускать и также надо с остальными залетевшими товарищами поступать трех ос отправил на волю и тут меня встречает вот такой товарищ вот такой лопоглазый смотрит на нас дружок вот он примерно сантиметров 5-6 такой вот прям серьезный товарищ мощный ты кто такой кто ты такой к нам прям в дверь прорываешься вот такой он не бойся все хорошо я тебя трогать не буду вот такой вот саранча или кто такой большой товарищ так вот такой красавчик совсем хорошо стало на уличке по летнему прекрасно и надо собираться в лес отдохнуть от живописи прогуляться насладиться зарядиться свежо после дождя картину пора ставить на паузу поскольку уже начинаю допускать ошибки и уже начинаю лепить что называется направо и налево а это неправильно это сигнал что пора двигаться в лес тут вот акцентик хоп но потихонечку набрасываются какие-то планы потихоньку камушки прописываются но они уже выпадают из общего этого колорита здесь выпадает надо все теперь приводить к единому знаменателю ну и плюс еще я же листву не добавлял здесь еще куча листвы будет самое главное свет будет здесь красиво падать ну примерно дорожечка уже есть какая-то там причем вот тут мне что-то не очень нравится надо это дело как-то раз вот так вот заделать и может быть какого-то блика дать оп вот здесь так вот раз и вот сюда раз и очень тяжело отойти от картины потому что она затягивает вот так вот примерно ну видите недоволен я раз надо еще затенить вот так вот пора пора в лес иду в лес а в голове мысль что сейчас мы осенью пойдем гулять по летнему лесу настолько теплая погода сейчас просто вот в майке самый комфорт ходить поражаюсь насколько теплая осень лес сегодня разговаривает при помощи ветра сегодня ветрено и лес решил пообщаться веточками птиц вообще не слышно только ветер шумит между веток деревьев и в этом тоже есть своя прелесть мне так нравится ходить по солнечным дорожкам как вот видите как зебра свет тень светлая полоса темная полоса а все вместе это дает гармонию бытия сейчас в лесу необыкновенный аромат деревья под действием теплого солнышка источают такие божественные фитонциды что просто дышишь полной грудью и наслаждаешься этой красотой вот такой красивый товарищ сидит на своей паутинке выжидает очередную добычу во многих выпусках художник деревни вот это дерево фигурировало показывалось неоднократно вот этот извилистый красавец или красавица и как воображение начинает лепить всякие фигуры в голове то вот это на это похоже а так посмотришь на это похоже и так вот развивается воображение еще достаточно много ягод в лесу прям можно собирать и наслаждаться вкусными ягодками сладко-кисловатый вкус даров леса в одном из предыдущих выпусков проходя мимо вот этого места я говорил что лес разговаривает и вот сейчас я снова проходил и вот там вот одно дерево надеюсь было слышно как дерево или лес в целом с нами или не с нами разговаривал очень редкое явление в моей практике но сразу останавливаешься и замираешь лес так быстро меняется из одного состояния в другое вот к примеру вот этот лес который я сейчас показываю тут одна сосна растет а под ней вообще не видно травы вот все такое коричневое коричневое такое вот уже никакое буквально пару шагов смотрите как все меняется резко вот это вот черта переход линии раз и там все зелененькое все сочное все летнее чудеса как прекрасно симфония леса все играет все шумит таким приятным мелодичным ритмом а здесь лес поменялся у нас и теперь уже есть вкрапления березок и они очень гордо стройно красиво дополняют этот лес своей белизной чистотой красота какая а за сосной солнечной стороны за дубом притаился муравейник огромный 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 муравейник вот он какой и в этот прекрасный день сама 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 трудятся носят добычу в норке свои вот какие они труженики жизнь кипит бьет ключом многое надо успеть вот какая красота и на пути нам встречается крученая сосна вы видите какой ствол у нее с нелегкой судьбой вот что-то здесь было с ней что-то она огибала вот такая красавица высокая высокая за молодым дубом спряталась вот такая вот симпатичная коряга полная уже отверстий трухи вот такой старичок стоит красавчик с короной и рукой двумя руками вверх вот такой царь леса старожила на вырубке издалека заметил цветки иван-чая очень хочется нарвать сделать чаек вот этих цветочков взять и взять немножко листиков тоже на одну порцию заварить чайку на вечер ох чаек с иван-чая какие творить чудеса с организмом красоте 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 солнечной на этом выпуск подходит к концу солнечного настроения вам прекрасного здоровья желание жить и радоваться прекрасному миру божественному миру и не забывать что чтоб попасть на нашу прекрасную землю стоит огромная огромная очередь душ поэтому само пребывание и жизнь на этой планете уже является каждодневным великим праздником до встречи в новом выпуске художник деревни пока пока